Прямо сейчас в стенах московского дома книги на Новом Арбате разрезали красную леточку. А это значит, что состоялось торжественное открытие антикварно-вукинистического салона МДК площадью в 150 квадратных метров, который находится на минус первом этаже. Пойдемте посмотрим. И первым, кто встречает всех посетителей расширенного отдела ценных и антикварных книг, становится символ знания и мудрости – сова. Да, все верно, теперь в МДК проживает настоящая сова. Ассортимент магазина приятно удивит и порадует жителей столицы, а также гостей города. На новой площадке будут представлены раритетные букинистические издания зарубежной и отечественной классики. Книги по истории, искусству, философии, географии, военной тематике, а также уникальные экземпляры детских книг. В букинисте на Новом Арбате можно будет найти как старинные издания, представляющие интерес для коллекционеров, так и книги советского и постсоветского времени. Я думаю, это правильный вектор развития, это очень важное расширение для дома книги. И спускаешься и попадаешь в историю, то есть видишь старые книги, видишь уникальные издания, то есть вот там за мной, я смотрю, автограф Столыпина. То есть видно много, что есть, на что посмотреть. И самое важное, что действительно у людей есть возможность как к этому прикоснуться, так это и для себя приобрести. Расположенный на минус первом этаже антикварно-букинистический отдел не только позволяет посмотреть и приобрести издания разных эпох и даже столетий, но и просто-напросто объединяет людей разных поколений. Дом книги, московский дом книги, где в общем прошла моя юность, где всегда были толпы людей в желании обладать той или иной книгой, здесь сыгралась абсолютная толпа, которая, раздвигая локтями друг друга, иногда и по более серьезным и болезненным местам ударяя, прорвалась в прилавку. Я просто с восторгом отношусь к этой точке, что она здесь появилась. Она и здесь раньше существовала, но сегодня она сделала гигантский шаг вперед. Действительно, подобный отдел и раньше существовал в стенах московского домокниги на Новом Арбате, но был гораздо меньше, чем нынешняя антикварная лавка, которая наполнена всевозможной литературой на любую тему. Ведь, как принято считать, именно такие старинные книги несут в себе загадочную историю, познать которую можно лишь прочитав ее самостоятельно. Зависть тем, кто придет сюда. Мне кажется, что этот магазин, ну, кстати, знаете, ведь в свое время Москва была городом, где старая книга любилась, уважалась, оценилась. А сегодня этого особо нет. Если этот отдел станет каким-то центром, где люди могут собираться, обсуждать старые книги, искать старые книги. Ну, масса уже книг старых, которые никто не знает, где они. Вот. Это будет точно здорово. Кроме того, на базе московского домокниги на Новом Арбате планируется создание постоянного, ежемесячного клуба букинистов, где будут проводиться лекции историков, известных букинистов и литературоведов. И это далеко не все. Хотим сделать здесь клубную систему, которая определяет общение между людьми, встречи с интересными людьми, те, которые хорошо разбираются в антикварной книге. Это специалисты, это историки, это литературоведы, это те любители, которые сегодня занимаются антикварной книгой. Мы предполагаем о том, что мы создадим такую площадку, где можно будет и выбрать книгу, и заказать ее, и поискать на рынке, если ее у нас, конечно, нет, и проведение, возможно, аукционов. И многое, многое другое ждет всех посетителей в обновленном антикварно-букинистическом отделе МДК на Новом Арбате. Московский дом книги. Загляните на минуту, задержитесь на весь день.